Всем привет! В эфире нашего телеканала программа Клейдоскоп. И сегодня мы, как обычно, расскажем вам обо всем самым интересном, что произошло в нашем городе за минувшую неделю. Всем известно, что 2014-й объявлен в России Годом культуры. Так что сегодня каждый старается внести свой небольшой вклад в развитие культурной жизни нашего города. Наступивший год культуры не остался незамеченным и студентами Рязанского государственного университета имени Сергея Есенина. Открывшаяся в его стенах выставка «Молодежь и творчество в ритме XXI века» призвана доказать, что современная студенческая жизнь наполнена не только учебой, но и яркими культурными событиями, которые молодежь сама организует, сама в них участвует, но и старается запечатлеть самые яркие ее моменты для истории. Театральные премьеры, многочисленные концерты, танцевальные конкурсы. Кажется, здесь представлено все многообразие культурной жизни студентов XXI века, показанное через искусство фотографии. «Развитие искусства вообще сейчас очень популярно среди молодежи, и как раз хочется добиться этого через фотографию, что тоже достаточно сейчас широко развито. Много ребят стремятся фотографировать, это их очень интересует. И я думаю, что именно тема, то, что это творчество, и показать его через искусство фотографию, это как раз отличный мостик, как раз совместить желание студентов приобщить себя к такому виду искусства, как фотографии». Все фотографии разделили на несколько номинаций – мода, вокал, танцевальное, театральное и фотоискусство. «Помимо городских мероприятий, в данных работах использовались работы с внутривуза. Ну и чтобы, наверное, первый курс, который в будущем там поступает, который приходит на дни открытых дверей, чтобы они могли ознакомиться с этими работами, потому что тут проходимость достаточно большая, чтобы они имели представление вообще о прошедших мероприятиях, потому что мероприятий очень много на фотографиях». Эти фотографии стали лучшими сразу в двух номинациях, да еще и завоевали приз зрительских симпатий. Их автор, студентка третьего курса отделения журналистики Анастасия Ершова, уже давно увлекается фотоискусством и старается вкладывать душу в свои работы. «Мне всегда хочется, чтобы человек, когда смотрел эти фотографии, чтобы он действительно окунулся в атмосферу того, что происходило, и передать какие-то особенные эмоции на лицах людей, которые участвуют в том, что я снимаю. То есть что-то подсмотреть, стараться быть такой незаметной». Каждый вкладывает в понятие культуры разный смысл. Для кого-то это прежде всего культура общения, для других – приобщение к высокому искусству, а для этих ребят культура – это творческая жизнь. «Творчество, безусловно, обогащает человека. И раз к этому приурочен этот год, то, может быть, стоит больше уделить этому внимание, безусловно, в этом потом остаться, и, соответственно, приобщить себя к творчеству, чтобы оно пронизывало всю вашу жизнь, и вы смогли получать из него эти эмоции, которые нужно получать». Все участники выставки получили дипломы и памятные подарки. Организаторы надеются, что эти работы смогут пробудить желание ребят активнее вливаться в творческую жизнь современной молодежи. И тогда они обязательно докажут, что студенты 21 века – это действительно активные и культурные люди, способные изменить этот мир к лучшему. Оказывается, жизнь нашего города интересует не только самих рязанцев, но, может быть, даже в большей степени иностранцев. Скажем, немецкий фотограф Ханс Крёгер не раз бывал в Рязани и даже представил целый проект, посвященный жизни Рязанской области. В залах Рязанского художественного музея открылась и выставка фотохудожника Ханса Крёгера. Экспозицию назвали «Избранная». Сюда вошли некоторые работы немецкого творца, которые сохранились у его рязанского коллеги Василия Николаева. «Когда работы лежат просто в листах, без оформления – это одно. А здесь это настолько тонко оформленная, так здорово подобранная экспозиционно выстроенная выставка, что просто действительно спасибо огромное». Ханс Крёгер родился в Мюнстере, работал дизайнером, графиком, фотохудожником. Однако что-то неизведанное влекло его в далекий российский город Рязань. Здесь Крёгер был много раз и в ходе каждого визита находил что-то новое. Когда он приехал, это была такая настороженность человека, который отделён какой-то от России. Он первый раз в России был, в Рязани. И поэтому для него всё было интересно, всё было вновь. И то, что он снимал, у него дома огромные кипы, просто вот уже отпечатанных фотографий, только связанных с Рязанью. Василий Николаев знаком с Хансом Крёгером с первого приезда немецкого фотохудожника в Рязань. Он хорошо помнит, как Ханс работал. «Я присутствовал при этом и видел как бы и изнутри всё. Во-первых, и все его тоже интересы, и то, что ему было интересно, и что было неинтересно, и как мы в отреставрированную церковь совершенно пустую в Касимове прыгали, где-то там по договорённости с охранником чуть ли не из подвала выходили. И он поражался вообще, насколько это всё гармонично». Мюнстер, откуда родом Ханс Крёгер, город по братьям Рязани. Ханс своим творчеством старался поддерживать отношения между городами. Так, благодаря ему, любой желающий смог прикоснуться к частичке Мюнстера и запечатлеть это на фото. Много лет назад такая возможность выпала нашему коллеге, ведущему программы «Автономия» Евгению Карпушкину. Возможным это стало благодаря тому, что из центра немецкого города в Рязань привезли капсулу с землёй, а туда отвезли рязанскую землю. Так что такая же возможность, никуда не выезжая побывать в далёкой стране, появилась и у жителей Мюнстера. «У него также был проект, очень, по-моему, интересный в Касимове, когда у нас проходил пленэр, там, в 92-м году. Вот, там он выкладывал такие своеобразные, вот как на переходе есть планшеты, он возил с собой целую кучу этих вот плашек белых, и выкладывал эти плашки к тем объектам, которые для него, там вот представлены немножко внизу, где эспрессо, статьи бутылеские, там и есть немножко. И он вот это прикладывал, который он фотографировал и обрабатывал всё это дело». В каждой местности Крёгер снимал что-то особенное. На Сицилии дверные ручки, на канарах обувь в воде. В Рязани ему понравились крышки люков. Кроме того, в нашем городе Ханс открыл для себя красоту деревянных резных наличников. «Каждый серьёзный фотокудожник, он имеет свой взгляд на жизнь. Вот у него есть свой взгляд на жизнь. Был, да? Вот. И это видно из фотографий. Второе. Он не просто снимает жанровые фотографии, но он умеет делать циклы и как бы компоновать эти вещи. То есть это композиторский. Если многие фотокудожники – это просто исполнители, то он был своеобразным музыкантом, который сочиняет музыку или творит какие-то вещи. Действительно, ну, творчество. То есть элемент творчества здесь выше. Выставка продлится недолго. Уже 1 апреля её сменит другая экспозиция. Спешите, возможно, на этих фотографиях. Вы сможете найти своих знакомых. Весна – это время перемен. Хочется надеть одежду поярче и, может быть, даже сменить цвет волос. Если вы как раз сейчас думаете о том, чтобы преобразиться, вам стоит заглянуть в студию красоты «Гламур». Студия красоты «Гламур» подготовила жительницам города роскошный подарок. Здесь вы сможете воспользоваться инновационной серией косметических средств для окрашивания волос немецкой и японской компании «Голдвелл». С ними эта порой травмирующая процедура принесёт вашим волосам только пользу, силу и насыщенный цвет. Причём именно тот оттенок, который бы вы хотели видеть. Каждый раз компания-производитель даёт нам всё лучше и лучше саму цветовую палитру и насыщенные цвета. На сегодняшний день это очень много готовых нюансов. Если основной краситель мы возьмём «Топшик», то это 125 готовых нюансов, которые практически все между собой можно смешивать, чтобы добиться ещё больше цветового нюанса. Колоранс чуть меньше оттенков, но тоже достаточно, чтобы получать такие самые ходовые, оптимальные цвета для сегодняшнего дня. Леонид Дерябин, тренер-эксперт компании «Лаймлюкс», приехал на несколько дней из Москвы специально для того, чтобы помочь мастерам студии красоты «Гламур» в работе именно с этой косметикой. Порядок соединения компонентов, их пропорциональное соотношение, подбор красителя для определённого типа волос. Об этом Леонид рассказал в теории и показал на практике. Эти женщины – одни из первых в Рязани, кто ощутил на себе все преимущества средств фирмы «Голдвилл». А их немало. Первое и самое главное – в средствах этой серии применяются технологии, благодаря которым не только сводится к минимуму вредное воздействие, но и улучшается структура волос. К примеру, если взять краситель «Топшик», то в основе красителя на сегодняшний день есть и эквалайзер цвета, который выравнивает структуру волос и делает цвет более гладким, ровным. Есть технология коэнзимов. Технология коэнзимов, дающая возможность нам заботиться о структуре волос и свести повреждения именно к минимуму. Если же мы говорим о тонировании, то безымячный краситель «Колоранс» помимо того, что не повреждает волосы, ещё и восстанавливает их структуру. Потому что в основе находится тоже технология «Интралипид» для кондиционирования, для восполнения липидного комплекса. И краска безымячная работает именно в кислой среде. То есть абсолютно никакого повреждающего фактора «Колоранс» не оказывает на волосы клиента. Это блеск, это мягкость, это гладкость, это эластичность на волосах, и, естественно, долгий стойкий цвет окрашивания. Так что, если вы не хотите выбирать между красотой и здоровьем волос, специалисты советуют воспользоваться средствами для окрашивания «Голтвилл». Результат вас поразит. Сильные блестящие волосы и стойкий цвет, что, согласитесь, тоже немаловажно. Стойкость, могу сказать, что от окрашивания до окрашивания, если мы говорим про краситель топшик, то краситель топшик, если клиент приходит через 4-5 недель, цветовое направление очень четко читается. Я не могу сказать, что цвет будет один в один, как в первый день окрашивания. Естественно, пигмент вымывается. Но цветовое решение сохраняется очень стойко даже через 4-5 недель. Продукция фирмы «Голтвилл» пользуется заслуженной популярностью во всем мире. Не забудьте, что ощутить преимущество ее средств для окрашивания волос вы сможете в студии красоты «Гламур». Добавить красок в пока еще серые мартовские дни поможет детское творчество. В студии «Калибри» вам предложат весеннее ассорти из самых ярких детских работ. Этому льву уже больше 10 лет. Автор этой картины вырос и, может быть, даже не знает, что его детский рисунок снова радует чей-то взор. Все дело в том, что руководитель студии «Калибри» Людмила Пронкина решила заглянуть в фонды и достать оттуда все самое интересное. Ретроспективная выставка «Весеннее ассорти» включила детские работы как прошлых лет, так и совсем недавние произведения, которые оставили след в душах педагогов и зрителей, и на которые хочется взглянуть еще раз. Это как вот весной. Мы ждем появления новых цветов. Садовники пытаются посадить какие-то новые сорта интересные. А есть кусты, от которых мы не ждем чего-то нового, но безумно счастливы, когда вдруг распускается и блабухает куст. Сирени, жасмина, наши любимые ирисы. И для нас они такие же шедевры каждый год. И мы с нетерпением ждем встречи с ними. Вот так же и шедевры мирового искусства. Мы не один раз ездим в музеи, в Третьяковку, Пушкинские. И каждый раз ждем встречи вот с этими знаменитыми и любимыми картинами. Вот здесь, я думаю, что тоже у нас уже появляются шедевры, я уже не побоюсь этого слова, которым мне вот лично очень хочется их опять вытаскивать из запасников, и возвращаться, и смотреть, и любоваться на них. Произведения детского искусства завораживают и заставляют улыбаться. Здесь и чудо-машины, запомнившиеся нам выставки, самовары, паровозы, ветролеты, и волшебные джины, и даже монстры, правда, совсем не страшные. Выставка получилась разнообразной не только по тематике представленных работ, но и по технике – живопись, графика, аппликация, папье-маше. Однако они объединены детской непосредственностью и чистой доброй фантазией. В будущем студия «Калибри» планирует создать свой собственный музей детского искусства. Людмила Пронгина уже давно мечтает о нем, ведь это могло бы приблизить ее к достижению поставленной цели. Детское искусство – не сделать его профессиональным, а поднять на пьедестан профессионального искусства, чтобы оно не только было бы полезно самим детям, его создающим, но и, наверное, полезным было бы зрителям, причем и маленьким, и большим. Потому что с помощью вот этих средств мы говорим обо всем, о жизни, мы учимся жить. Выставка открыта в студии «Калибри» для всех желающих. Поверьте, она подарит вам по-настоящему весеннее настроение и вернет волшебный мир детства. Ну а на этом наша программа подходит к концу. Увидимся с вами ровно через неделю в калейдоскопе новых интересных событий. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин